Слава Украине! Привет всем от Полонского! Ну что, я сейчас тут на Крещатике. Что вам могу сказать, друзья мои? Свет есть относительно, конечно, его немного, относительно того, что было раньше когда-то. Света относительно немного, но понятное дело. Сейчас горит одна лампа, наверное, из шести, тех, что были раньше. То есть на Крещатике такой, знаете, полумрак. Но ничего страшного. В Киевской местной администрации, ну, буквально считанные окна сейчас горят. Это и понятно. Очень жесткая экономия электроэнергии, что можно понять. Бандит, террорист Путин разбил нам довольно большое количество электростанций. Мы это все прекрасно понимаем. И с этим живем. Вы знаете, уже привыкли. Уже привыкли, уже по барабану, честно говоря, это все абсолютно. Зато улица очень хорошо подсвечивается сейчас. Сейчас я пройдусь немножечко, чтобы вам было немножко видно. Улица довольно неплохо. Вот, видите, там света нету в домах моих сзади за мной. Так, улица довольно неплохо подсвечивается огнями автомобиля. Хватает. Вы знаете, уже по барабану, уже все равно, да. Так вот, еще интересный такой вот момент, что сегодня день энергетика. И наши энергетики, ребята, это люди, которые вот вытянули, что называется, Украину, потому что их, вот не побоюсь того слова, героический труд позволяет нам все-таки иметь свет не только от генератора, от генераторов света у нас довольно-таки много. Вот сейчас слышите, практически возле любого бизнеса, вот слышно, да, как генератор работает возле кофейни. Один генератор на две кофейни вполне себе хватает. Так что все нормально в этом плане. Привыкли к этому вопросу. Вы знаете, генераторы уже, если бы раньше, наверное, они бы меня разгрожали, те генераторы, шумит и так далее. А сейчас уже звучит как музыка, звучит довольно неплохо. И никоим образом никого не раздражает. Так вот, хочу снять шляпу, что называется, перед нашими энергетиками, потому что они сделали очень большое дело. Несмотря на то, что террористическая и фашистская Россия разбила нам большое количество наших электростанций, они чинят то, что можно, что называется, с листа. Делают это все заново, очень быстро, восстанавливают наши сети. И, как мы прекрасно видим, Путину и удалось сделать такой полнейший блок-аут в Украине и вызвать какое-то недовольство у людей. Путин, как говорится, еще раз показал всему миру, что он просто жалкий лузер, который воюет с женщинами, детьми, с гражданскими объектами. А армия украинская ему насыпает так, что его задрипанная фашистская армия, или, как ее еще называют, армия бомжей и мародеров, просто представляет из себя абсолютно жалкое, обдрипанное зрелище. Так что в этом всем доля есть и наших энергетиков, которым, что называется, честь и хвала. Ну, а как выглядит Киев сейчас, вот и можете посмотреть. Ну, сделайте, конечно, скидочку на то, что телефон изрядно осветляет. Это все-таки программное обеспечение. И на самом деле на улице темнее, чем то, что вы сейчас видите. Это все-таки телефон. И он делает свое дело. Так что, но тем не менее, смотрите, все бизнесы работают. Те, кто хочет работать, у всех есть генераторы. Давным-давно все куплено, все работает, все светится, все горит, что называется. Магазины пашут. Никаких особых проблем уже нет, уже, как говорится, привыкли. Так что все в Киеве нормально. Я так смотрю, что в других городах приблизительно та же самая картина. Где-то темнее, где-то светлее. Переживем. Переживем мы и это. Все будет хорошо. И слава Украине!